Здравствуйте! Улыбаемся! 95-му детскому саду почти 60 лет. Сейчас здесь 7 групп. Две из них для детей раннего возраста. Новая мебель, игровое и спортивное оборудование. Родители, как и малыши, отзываются тепло о садике. Садик мне очень нравится, потому что уже ходит сюда второй ребенок. Я прям, так скажем, со спокойным сердцем ее сюда отдала. И это тоже сказывается на ней. То есть она спокойно ходит, и все ей нравится. Дружный коллектив. Преподаватели качественные. Есть дополнительные программы. И все же проблемы есть. В частности, трещины на фасаде и промочки в некоторых помещениях. Хорошая новость. В этом году садик попал в программу капремонта. По ней отремонтируют кровлю, заменят чердачный утеплитель. Еще обновят 36 окон. Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика. И руководство детского сада, и родители воспитанников обеспокоены еще одним вопросом. Но его ремонтом не решить. Позапрошлым году была отремонтирована улица Дунаева в рамках национального проекта. Нам сделали, мы очень были рады, нам сделали тротуар с высокими бордюрами. Но поскольку напротив нас огромная четвертая школа, и все привозят своих детей на машинах, часто родители в нарушении всех правил заезжают на тротуар, что мешает нашим родителям пройти. Плюс еще вода на дороге, которая сейчас скапливается из-за того, что у нас там не очень-то хорошо сделан отвод. И, соответственно, мы еще все обрызганные. Напомним, региональная программа «Преображение детских садов» была инициирована в 2022 году губернатором. Цель – решить самые острые проблемы и создать безопасные условия для детей. Перечень учреждений формируют общественные палаты родителей воспитанников. Приоритет дается тем садам, где основные элементы – кровля, электрика и окна – требуют срочного обновления. За два года в городе Иваново 13 детских садов отремонтировали, в этом году за один год – 11. То есть, практически сопоставимая цифра, как за два года. Но потом еще на вами темпы нарастим. Сейчас, видите, Владимир Владимирович обращался к людям, говорил про ремонты школы, ремонты детских садов. Федеральные деньги в том числе будут выделяться. Мы чуть раньше начали, чем вся страна этим заниматься. Но, думаю, что все в порядок приведем. Губернатор попросил родителей внимательно следить за ходом ремонта и контролировать качество работ. Всего по области в этом году будут переведены в порядок 76 детских садов. Алина Марчу, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Корректор А.Кулакова Алина Марчу, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». С스트해보세요. Продолжение следует...